Катька с днём рождения Всем привет привет сегодня у нас где пёс на стол не поместился Потому что сегодня мы решили всё-таки с диванного эфира перейти на настольный Потому что диванный эфир у нас получился не очень комфортным Мы всё время падали с него Поэтому решили на столе Но вот Кимба если будет мимо проходить И до нашего уровня сможет подняться То мы её обязательно включим в эфир Привет, привет Ты такая загадочная сегодня Я всегда вообще Сплошная загадка Как меня слышно? Хуже чем на концерте Вот Кимба пришла Кимба, Кимба Кимба, 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 Кимба Вот, 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 вот голова Очень хорошо слышно Очень хорошо, что хорошо слышно Всё-всё, я поняла Что ест Кимба В данный момент она ничего не ест Вообще сухой корм Привет Что поела Кимба? Надеюсь, сухой корм Вообще Кимба Вообще Кимба Всё хорошо Ну вот сейчас Ещё несколько минут Мы подождём И Начнём писать диктант Боба Носков Боба, привет Сто лет Сто лет Что для вас Будда? Ну, мне кажется Фотография Обо всём говорит Я к нему очень близка И он ко мне тоже Лиза, готовится ли что-то совместное Со Светланой? Да вот мы только что закончили Совместное всё со Светланой Ну, вернее, не всё А Недавно Придуманное Поэтому Мне кажется И так достаточно совместного Творчества Пока Ещё Жуть отличная песня Жуть отличная Песня отличная Жуть Значит, у нас есть Вопросы Которые вы нам задавали Предварительно В директ Куда-то ещё Куда-то ещё И, конечно, будем стараться Отвечать на то, что сейчас К нам Приходит прямо в комментариях Когда концерт в Москве Вот как раз мы хотели Сегодня Торжественно объявить Что концерт в Москве Наконец-то состоится 30 мая В клубе Моми Тролль Моми Тролль Барон Называется, наверное, правильно Это Тверская, по-моему, да? Где она там находится В общем, 30 мая Мы всех ждём На московской презентации Нашего альбома Концерт будет отличаться Значительно От того, что было В Санкт-Петербурге Ура! Да, мы тоже очень рады Что наконец-то Мы всё Ну, вообще Так И начинаем наши вопросы Которые были А, нет Я сначала хотела Обсудить Вернее, сказать Спасибо За прошедший концерт Который Который Прошёл в Санкт-Петербурге Очень много Поступает от вас Сообщений Благодарности Впечатлений И Иногда не всегда Вернее, иногда Не получается ответить Там Поблагодарить Вот сейчас Пользуясь случаем Я хочу сказать Спасибо За ваши отзывы За мнения За эмоции Приходите теперь в Москву На концерт Ну, если кто был На концерте Можете делиться Тоже сейчас Впечатлениями Так И теперь Начинаем Вопросы Которые были заданы До этого Значит Первые Ждём в Москве Будете ли в этом году Ну, очень Интересный вопрос Мы будем В этом году В Москве 30 мая В клубе Моми Троль Приходите Всех ждём Когда хоть Примерно в Москве Спасибо за вопрос В Москве Примерно 30 мая Билеты Билеты в продажу Или нет Мне кажется Билетов ещё нет Потому что Вот буквально На днях На сайт Официально Должна Поступить информация На сайт клуба Я думаю Что на днях Будет запущена Продажа Просто Заходите К нам Почаще И Проверяйте Привет Вам из Омска Спасибо Омск Музыкальная пауза В эфире Планируется В данном Эфире Нет Замечательный Альбом Слушаю каждый День Спасибо Кстати Да Можете Написать Нам Заодно Что Вам Понравилось С альбома И с песен Большим Я вот сейчас Сама на себе Проверила Встала на дорожку И все Тридцать Том Тридцать Две Минуты Смогла Прослушать Заново Альбом А если я могу Полностью Прослушать Альбом Это говорит О том Что он Вполне Себе Ничего Здравствуйте Вопрос Когда вы Первый раз Гуляли по Питеру У вас Были мысли О блокадном Ленинграде Хотели бы Вы оказаться Там В то время На пару Дней Как в фильме Мы с будущего Я Не хотела бы Оказаться В блокадном Ленинграде Потому что Я знаю По Хотела сказать Не понаслышке Понаслышке Что это Очень тяжелое Время И конечно же Это Думаю Для каждого Человека Тяжелое Испытание Кто Сделает Счастливой Ну Может быть Не никто Наверное Что Это событие Которое Происходит В жизни Эмоции Концерты Песни А вот Вы как раз Написали Какие песни Нравятся Больше Сандалии Мечта Сандалии Признаюсь Нити Обалденные Хорошо Спасибо Так Лиза Какие песни Вы поете Когда находитесь С друзьями Я стараюсь Не петь песни Когда нахожусь С друзьями Ну Как-то Не доходит До этого Даже Нет Не получается По времени И по возможности И по ситуации Так Как себя чувствуете На сцене Есть ли Мандраж Я Мандраж Бывает Ну вот Буквально Первой Какой-то Первой Минуты Оля Спасибо Здорово Да Потом Я Вместе С барабанами Выгоняю Весь Мандраж И все Это так же Как спортсмену Нужна Разминка Перед Важным Турниром То есть Его заставляют Побегать Чтобы Первый адреналин Весь вышел И можно было Сконцентрироваться На игре Нити Просто Шикарные Признаюсь Тронул До глубины Души Сандалии Просто Поддержка В суровую весну У нас Метели У нас тоже Метели Буквально Два дня Закончились Мне кажется Еще не навсегда Так Как себя Так Что сложнее Петь Писать Что сложнее Петь Писать Текст Или занятия Спортом Это все Разные Сферы Сложности Просто Они все Одинаково Сложные Но Просто Где-то Больше Физического Усилия Прикладывается Где-то Больше Прикладывается Интеллектуального Да Усилия Сейчас Пожалуйста Да Ручку Не трогайте Значит Какие у вас Любимые Русские Исполнители Группы Приезжайте В Кандалакшу Будем рады Ну Кандалакшу Да Мы как раз Подумали Почему нам Не поехать В Кандалакшу Например Так Что сложнее Ну это я вам Рассказывала Самая неловкая Ситуация У меня У меня Столько Возникает Что Я честно Говорю Забываю Рассматривала Лиза Варианты Взять шество Над начинающим Музыкальным Коллективом Или музыкантом Ну мне кажется Еще немного Вот у меня станет Нечего делать Я Еще немножечко Повзрослею И А вообще Давид я занимаюсь Вот Продвижением Молодых музыкантов На альбоме Их целых Три Музыканта Спасибо За новый альбом На повторе Уже Несколько дней Спасибо Практикуется ли у группы Выходить с предложениями О своем участии В разных проектах В том числе Социального значения Ну мы как раз Вот участвовали Уже в таком Антивич проекте Если вы знаете С Владимиром Шахариным В принципе Мы открыты К предложениям И Всегда с радостью Участвуем Сына два с половиной года Сжигает под альбом Танцует Как может В этом возрасте Ну у меня тоже Племянница Так делает Планируются ли Туры по югу России Я задала Вот как раз Сейчас недавно Вопрос Вопрос С Марине Планируется ли у нас Тур по югу России Она говорит Планируется Но просто неизвестно Сможем ли мы оттуда уехать Вот Потому что В сезон Там какие-то Высокие цены Мы доехать можем А обратно Вот нам нужно найти Где остаться жить Тогда мы приедем Тебе нравится Что происходит С русской музыкой Слышишь новинки Кому Кому Даешь Больше Свой симпатии Я как раз Вот начала Сейчас Вот Следить Потому что Следила за тем Где мы появились И мне пришлось Последить За всеми остальными Что значит Что не Что не Релиз у меня Получается Там Это Русский Такой Рэп Речитатив Вот Единственное Что я заметила Это вот у Саши Гагарина Да У Сансары Вышел альбом Мне понравился А больше ничего Вот из какой-то Из новинок Я не смогу Выделить Вот из жанра Который мне Более-менее Близок Так Вот у нас Как раз Кандалакш Молодой коллектив Это я Вопрос Про шерство Ну Понятно Но это уже На следующем альбоме Видимо Мы сможем Шерствовать Если в Астрахань Приедем С жильем Вопрос Можем решить Да Но это Насколько я знаю Это тоже Юг России То есть Мы приедем На Юг России С гастролями И останемся Жить В Астрахани Ну Такая перспективка Но будем Иметь ввиду Привет Дальше У меня По списку Вопросы Рассматриваются ли Идеи Участия В разных Проектах Несущих Информацию Об охране Окружающей среды И экологически Чистой продукции Типа Веломарафон Нет Пластиковым Бутылкам И пакетам Посадка Деревьев И так К тому подобное Смогли бы Вы взять на себя Роль инициатора И объединить В этом Всех музыкантов И тех С кем знакомы Лично И тех С кем не знакомы Ну вот Насчет Волгограде Организуют Остановочку Перспективнее Ага Значит Смогли бы Ну Может быть За всех Я не могу Отвечать Вот Но В принципе Мы участвуем Уже С Валентиной Восемьей Нет Пластиковым Бутылкам Мы Отдельно Складываем В отдельный Мешок Пластиковые Бутылки И отдельно Стеклянные Лиза Вы по своему Характеру Лидер Ну Конечно Нет Какие у Лизы Любимые цветы В том числе Домашние Вот Они Все Видны Нет Не видны Ну Я не знаю Название Нех Носят Приносят И они Растут Привет Лиза Привет Привет Инеска Инеска Так Мне очень нравится Песня Странные песни Исполненные дуэтом Можно ли рассказать О ней подробнее История создания Исполнения О втором голосе В дуэте И почему она не вошла В новый альбом А также о песне В дуэте Признайся Песня Странная песня Она записана В дуэте Со Славой Никонором Это Ангел небес Группа Они записывали Трибют Не трибют А юбилейный Альбом Десять лет На крыле Да Был альбом И он состоял Из дуэтов Он предложил Мне поучаствовать И я с удовольствием Согласилась Почему Почему он не вошел В альбом Но изначально Такого просто Не планировалось У Слава Он уже вышел На своем диске И как бы В этом Нет никакого смысла Вот Что у нас дальше Следует ли А Следит ли Елизавета За многочисленными Чемпионатами И кубками По бадминтону И кто ей больше Симпатичен Китайцы Японцы Индонезийцы Индийцы Европейцы Любит ли она Сама играть Одиночку Сколько раз в неделю Тренируется Лиза Сейчас Лиза Не тренируется А Слушайте Вы меня отвлекаете Конечно Значит Одиночку Очень люблю играть Но я уже просто Не тяну И вот два месяца Я уже Не занимаюсь Бадминтоном К большому Моему сожалению Потому что Повредила себе Руку В очередной раз И нужно время Для восстановления И надеюсь Побыстрее Вернуться К тренировкам Вот Значит Любит и отмечает Ли праздник Елизавета Самый любимый Долгожданный праздник Событий Для меня праздник Это вот как раз Концерт Выход альбома Что-то такое То есть Такие праздники Как Новый год День рождения Они мне конечно Уже надоели Собираешься ли Пробовать себя В клубном стиле Мало Вот этого Обязательно Так И все-таки У вас какие Голубые Или серые Сердце То есть Свободно Сердце то есть Свободно Зачем вам Мое сердце Зачем И все-таки Глаза Глаза С Они Такие Такие Серые Голубые Лена Привет Лена Наш Визажист Так Дальше Что у нас Заболталось С вами Про песню Признайся Это Дуэт С Дашей Клименко Замечательная Замечательная Талантливая Начинающая Певица Актриса Поступает На Режиссуру Что сказать Что Где-то я Услышала Ее песню В инстаграме И просто Мы сделали Коллаборацию Из ее Песни И моей И получился Такой вот Дуэт Если получится Мы вместе Приедем Также на Презентацию В Москву Очень нравится Из нового Альбома Песни Сандали Признайся Также Иное Звучание Прежних Песен Наверное Это называется Аранжировки Я с музыкой На вы А у мечты На мой взгляд Так вообще Второе рождение Желаю Удачной Обкатки Альбома Обкатки Ну Там пока Три тысячи Не накатаем Обкатка Не состоится Мне нравится Как ведется Страница Группа ВК Всегда есть Информация Устраиваются Какие-то Интересные Конкурсы Опросы И прочее Без лишнего Пафоса Уютно Да Это Мне тоже нравится Это Марина Старкова Скажем ей Спасибо И пусть продолжает В том Я писала вопрос Она Клянется Что это не Она писала вопрос Хотя есть Конечно Сомнения Как происходит Рождение Песни Что приходит Первое Слова или музыка По-разному По-разному Происходит Но в основном В большей части В большей части Все-таки слова И запомни Почти все концерты В начале твоей карьеры Ты молодец Новых тебе Открытий Достижений Спасибо Интересно Сейчас Какая Стадия карьеры Когда в Воронеж Двенадцать пап А Это Я понимаю Понимаю О чем речь А за границу Вы с концертами Выезжаете Как часто Куда Мы еще Мы были По-моему Только В Индии Один раз Однажды Лиза Самая лучшая Песня Не выходит Из головы Согласна Лиза Сгостронева Владикавказ Вы не собираетесь Приехать Владикавказ Очень люблю Этот город Провела в детстве Очень много лет Там Потому что У меня родители Сами из Владикавказа Выросла В общем-то Но Про концертную жизнь Клубную Ничего там Не знаю А в Донецк Приехать Возможно Хотя бы В планах Но это Наверное Возможно Только В рамках Украинского Какого-то Тура Но Я сейчас Не очень Понимаю Насколько Это все Возможно Если будет Организатор А Ну вот Марина говорит Если будут Организаторы То почему нет Обнимашки Любите Ну Не совсем Понимаю Что это такое Обнимашки Ну как Если по стране Человек Подошел И говорит Да Я обниму Не очень Лиза Вы левша Нет Лиза правша Елизавета Вы смогли бы Спеть Вашу песню С кем-нибудь Из поклонников А у нас Кстати Такой случай Был На стройке Когда-то В каком-то году В Джагере Мы прямо Заранее Подготовились И у нас Такое прямо Случилось Что на сцене По-моему Небо Синины По-моему Пели Вот Как много Кубков На заднем Плане Это Кубки Да Это все Бадминтон Когда Моя рука Была В строю Так Ну вот Поделитесь Впечатлениями О тотальном Диктанте Сложно ли диктовать Какие вам попались Ученики Хотели ли бы Вы повторить Этот опыт Ну кстати Кто вчера Кто вчера Писал Этот тотальный Диктант Тоже хотела Как раз Обменяться Впечатлениями Диктовать Не сложно В этот раз Аудитория была Очень Юная Скажем так Потому что Когда Объявили Уже Чтеца То Мест на эту Площадку Не было Соответственно Это совершенно Были посторонние люди Это немного Тяжелее Когда в зале Нет никого Из знакомых Лиц Но тем не менее Тоже интересный Опыт Как живется На свете Красивый Такое Спасибо Лиза Есть ли у вас В планах Концерт В Томске Я помню Томск Помню Томск Но если Будет тур По Сибири То почему бы Нет Есть ли у вас В традиции Квартирника Или встречи С поклонниками У нас Нет такой Традиции Но У нас Есть в планах Организовать Что-то Подобное Как Организывается Пресс Что ты говорила Бол Паблик Паблик Толк Да То есть Можно Собраться Где-то Чтобы В живые Были Чтобы В живом Можно было Пообщаться Лиза Вас Многие Считают Высокомерно Это правда Вы долго Не берете Цветы Мур Своих поклонников И вообще Такая холодная На вид Вообще Кстати Уважаемые Поклонники Сообщества Светланы Сургановой Которые Мне тут Как-то Где-то Написали Что Про жуть Когда мы Объявили Дуэт Света Да С удовольствием Послушаем Но это Отмороженная Лиза Так вот Вы Родитесь В Норильске Проживите Там Энное Количество Лет И попробуйте Быть Не отмороженными А Отогретыми Это Побочная Побочка Выращивания Скажем так А до этого Я там Что-то пропустила Я писала Текст несложный Но с пунктуацией Точно намудрила Да Там Пунктуация Зависит Конечно От интонации Чтеца Диктатора Как у нас Стали называть С этого года Лиза Кто для вас Светлана Яковлевна Сруган Друг Прежде всего Друг И человек Который Дал мне Толчок К творчеству Самостоятельному Кто для вас Светлана Ну Я уже Ответила На этот вопрос Кто из ваших Школьных Учителей Оставил Незгладимый След в памяти У меня Очень много Таких людей Это и Учительница По русскому И по литературе И зауч И физруки И вообще Очень много Всего теплого Связано с этим Просто Лиза Надо понимать Чтобы не говорить Что она холодная Вы просто Не умеете Их готовить Вы просто Не умеете Готовить кошек Лиза Снежная Королева Хорошо Пусть будет так Так Значит Добрый день Лиза У меня такие вопросы Какой он Ваш Питер Что нужно сделать Чтобы вас Отогреть Лиза Все песни Которые вы Исполняете Написаны вами На данном На данном Альбоме Жуть Это текст Светланы Лаврентьевой Признайся Написано С Дашей Клименко Дима Пивин Автор Песни Планеты Остальное Вроде бы я Так Так вот Какой Ваш Питер Как вы Относитесь К веганству Вот у меня В отношениях С людьми И в принципе Никогда Близко Не было Вот В жизни Кроме Музыки Вегетарианцев Веганов Но что касается Группы В каждом В каждом Составе Начиная С Димы Пивни Начиная С Димы Чешейка С самого Начала Значит У меня Было Два Вегетарианца Потом Дима Пивни У нас Яков Ростов Остался Дима Чешейк Он Подолжал Нам Делать Мозг Значит С этой Едой И Как бы Сейчас У нас Валера Теперь Вегетарианец До этого По-моему Что-то было Еще В общем Постоянно В составе Группы Они встречаются Отношусь К ним Хорошо Потому что Уже привыкла Последний Альбом Очень крутой Спасибо Спасибо Очень нравится Вас слушать Сейчас На концерт Интересно Или Или на диске Елизавета Добрый вечер Авкиров Заехать не планируете Если у нас Сложится Так Логистика То конечно Мы заедем По следам Тотального диктанта Ваша успеваемость По русскому языку В школе Это Я больше всего Успевала По русскому языку Больше никуда Не успевала Я побеждала Всяческих Олимпиадах По русскому языку Занимала Первые места Всегда там Была выскочкой На уроках И очень Мне это нравилось Валера Басист Валера Басист Голосист И Плечист Мне нравится Как вы готовите Стейки А как Как они вам Могут нравиться Вы же не знаете Как я готовлю Лиза Где Артем Комиссаров Клавишные были Огонь Мне сейчас Отлично А Артем В ящике В ящике Это можно проверить Как ты относишься К своему дню рождения Что он для тебя Значит Особо Ничего не значит Просто Еще один год Прошел Ваша вторая половина Не ревнует К музыке У меня столько Половин Вы даже Представить Не можете А как Так это мы были Так это мы ответили Там еще был вопрос Во сколько лет Примерно Написала Первый стиль Во сколько лет Примерно Написала Стик Наверное В классе Восьмом Про какое-то Волосатое стекло Еще ученица По русскому литературе Сказала Что это символизм И все Я вот с этим С этим пошла В жизнь Слушайте в интернете На концерт Я вряд ли смогу попасть Если только Вы не приедете В Владикавказ Спасибо за ответ Киров ждет Любишь ли классическую музыку Я люблю Но Не могу сказать Что я прям Частый слушатель Не продвинутый Слушатель Так Какая песня Из нового альбома На первом месте В вашем личном Кит-параде Мне нравятся Вот Все Конечно же Последние песни Мне очень сложно Отдать Кому-то Приоритет Но вот Мы смотрели Анализировали Там же iTunes По количеству Скачиванием Нити Находятся На первом месте Да Где ваше место Силы в Питере Да Дома наверное Дома Что для вас фраза Мы есть то Что едим Ну в принципе Она да Работает Потому что Когда мы в туре Едим Доширак Постоянно А вот А Нет В дороге Мы едим Доширак Я в принципе Нахожу Много общего Когда приезжаю Домой Я Нахожу Между этим Блюдом И собой Чемного Пчел Что вас больше Вдохновляет Радость Или грусть Ну Толку Наверное Больше от грусти Получается Хотя Радость Нравится Больше Будет ли запись Концертов Любимые мои Маша Смелкова Вот если ты нас Смотришь Спасибо тебе За то Что ты Организовала Съемку концертов И мы ждем От тебя Что там Получилось У нас На видео Да У нас Будет Видеозапись Я уже Ответила Про Классическую музыку Я ответила Так Про Москву Мы сказали Про Диктант Так что У нас Только один человек Получается Писал Диктант Вчера Где любишь За границей Прибалтика Индия Мне нравится Париж Нравится Что вас Радует В жизни Ну Я уже Рассказываю Концерты Конечно Отзывы Обратная связь Где За сандалии Признайся Это видимо Спасибо Спасибо И Даши В первую очередь Спасибо За песню Признайся Не знаю Смотрит Если нет Она уехала Что-то мы еще хотели Обсудить Диски А Вопрос был Про диски Когда будете Отправлять Вот только что Мы подписали Диски Поэтому Наверное Хотел сказать Что мы Как Мавроди Собрали Деньги И Вы Больше Не увидите Ничего Мы вам Не отправим Но Решила Так Не шутить И Недавно Вот только что Десять минут Назад Подписали У вас У вас У вас есть Сборник Стихов У меня Не то что Сборник У меня Стихов Нет Не до стихи На 4-8 строчек Не услышал ответ Я не услышала Видимо вопрос И не успела Прочитать Где Учились Играть На гитаре О Это Замечательное Заведение Называется Подъезд В Норильске Приходите Что-то еще Нет Только слова любви Ну давай Почитаем слова любви Что делать Когда я их еще Почитаю Так 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 Вот Кто еще не слышал Кто еще не видел 30 мая Мы вас ждем На концерте В Москве Клуб Моми Троль Сандалии Признаюсь Это было К вопросу О том Будете ли вы На нашем Ротироваться Хочется за них Голосовать Ну вот тут Какая ситуация Чтобы голосовать За наши песни На нашем радио Нужно Чтобы их туда Взяли сначала Первично Вот Пока с этим Какая-то Небольшая Образовалась Как это сказать Трудность Почему-то уже Второй или третий год Они туда не попадают Зато Каренина Анна Под пояс не надо Она значит Играет на нашем радио Поэтому ничего Я не могу Ответить По поводу Этих песен На нашем радио Спасибо за нити Они чудесные Они чудесные Они чудесные Исполняли ли вы Когда-нибудь Что-то из творчества Цоя Да Мы как раз Исполняем На каждом концерте В конце нашей программы Мы исполняем Группу крови И уже не представляем Даже Без этого Свой концерт Что вам жить Что вам жить Что мешает вам жить А что помогает Нам песня Строить И жить Помогает И да Вы прекрасны И да И спасибо Какими иностранными Языками Владеете Не могу сказать Что владею Но на английском Как-то могу Объяснить Куда пройти Кстати Меня в детстве Вернее не в детстве А в возрасте Восемнадцать лет Именно за это Привлекли В отделении милиции За то Что я иностранцу Объясняла Как пройти Там в бар Куда-то Меня За валютную Проституцию Посадили На ночь Обезьянник Хотя я просто Практиковалась В английский Так что с этим Нужно быть Поаккуратнее Если не рок То что Такие вопросы Пошли Интересные Конечно Главное Касаются Лично Меня И нашего Творчества Все-таки Давайте Как-то Ближе Как-то Субъективнее Потому что Я не знаю Что есть Смысл жизни Лиза У тебя Отнимали Игрушки В детском Саду Я не помню Я не помню Живы ли те люди Которые Это делали А Лиза Вы часто Нецензурно Выражаетесь Нет Очень редко Очень редко И только И только Если по-другому Уже Никак нельзя Томск Здесь нужно Здесь нужно Наверное Как-то Всегда Есть над чем Работать Всегда Есть ошибки Всегда Есть какие-то Пробелы Но в целом По эмоциям Мне очень Понравился Концерт И Для меня Я не арт-директор Не ждать Новых песен То есть Настолько Понравилось Что теперь Не будете Ждать Новых песен Ну Все равно Спасибо Приезжайте В Германию С концертом В Германию Мы даже Можем Без концерта Приехать Продолжите Фразу Несмотря Ни на что Несмотря Ни на что Я Так устала Сейчас От продолжения Фраз Пока Дописывала Песни Я Вообще Заметила Словилась Она На том Что Я слышу Слово Или вижу Начинаю Рифмовать Мне кажется Это уже Ненормально То есть Я разучилась Разговаривать На Простом Разговорном Языке Спасибо Лиза А ЕКБ Бы вас Точно принял Там ценят Ваше творчество Ну Сейчас позвоним Саше Сейчас мы Позвоним Саше Сейчас мы Спросим Как там Ценят Еще или нет И попробуем Что-нибудь Пристроить За нити Огромное Спасибо Уже Три дня Не отпускает Нити Не отпускает Уже Три дня Не распускают Да Мне тоже Очень близка Эта песня Причем Самое удивительное И неожиданное Что Была Она Так Как-то За один Или за два Дня Написана И никак Вообще Не планировалось В альбоме И Нарисовалось Сшилось Срослось Такие очень Редкие Случаи Которые Я ценю Вот Все Прошли Давай спросим Стоит ли нам ехать Тур в июне Или все будут Ездить У Марина Есть вопрос Она вот спрашивает Интересуется Стоит ли нам ехать В июне А куда смотри А в тур Нет Я к тому Что Когда открываешь Новый исполнитель Который тебе нравится Не нужно ждать Новых песен Ты его только что Открыл И у него целый альбом Для тебя новый Так вы могли И тогда И прежние альбомы Слушать Вы же только что Открыли Все равно Что самое интересное В работе музыканта Ну Туры Такая Поездки Да Это очень интересно Гастроли У вас Явно есть привычка Щелкать кнопочной Ручкой Судя по звуку Но есть такая Привычка Я и зубами могу Щелкать И скрипеть Где винишко Ира Вот оно Винишко Вот оно Даже не успеваю С вами Им воспользоваться И вообще не значит Что если прямой афер Это не знаешь Что винишко В Екатеринбург Можно и в июне Да Вот мы Как раз У нас дилемма То есть Ехать После Москвы В тур Очень переживаем Что многие из вас Будут В разъездах Особенно Сибирь Урау Там Север Все же сразу На материк Планируют На крючке На каком-то висит Да Или уже соскочил А Нет Почему Понедельник Понедельник Приезжайте Приходите Вы до концерта В Ижевске В понедельник Вот Мы скоро Выясним для вас Дату вернее Скоро Пасха Как проходит у вас Этот день Обычно Он у меня Проходит очень Обычно Потому что Я совсем Не разбираюсь В религиозных Праздниках Вот Там еще спрашивают Как вы относитесь К своим каверам Как вы относитесь К своим каверам Ну С интересом Слушаю Иногда Забавно Иногда Можно даже Что-то новое Для себя Открыть В мае Давайте в ЕКБ 8 мая Прям подарком Мне наденем Хорошо Марина Запиши 8 мая Едем в ЕКБ Подарком Упакуйте Это Норильск Выезжает на лето А Я все забыла Да Перепутала На Урале Лето нет Все работают И ждут концерт Вот бы в Норильске Так Привет А Я поняла Я поняла Я все поняла То есть ехать Да В тур То есть едем В тур В июне Правильно Все готовимся Упаковывать Давайте Кто еще не видел Наш Новый диск Не знаю Наверное Все уже видели Но я похвастаюсь Еще на всякий случай Это я И можно заказать его В любую точку Марина говорит Что можно заказать В любую точку Мира А под диском А под диском Сейчас я проколю себе глаза Мне кажется Вот такая вот штуковина Хочу Хочу что Столько много всего Можно хотеть А где диски подписаны Не покажем Да А Ну в сторис Мы вам покажем Самый необычный подарок Который получали Как заказать Вы прямо после эфира А как заказать Куда писать Директ В личку Прям напишите И вот Хочу диск Хочу диск Откуда такая картинка На диске Марина Вас очень хорошо слышно Откуда такая обложка Значит Это Андрей Кезин Очень известный Фотограф В Санкт-Петербурге Уже теперь в Европе Он уехал из Питера Жить В Берлин Предатель И вот как раз Пока он На Apple Music Уже все давно есть И на Google Play И в iTunes Apple Music И Boom Яндекс.Музыка И все-все слова Которые связаны С электронными площадками Везде уже альбом есть Вот Да Вовремя И как раз Значит Мы пришли Вернее Мы долго-долго думали Что сделать С лицом Чтобы это было Не просто Да Кезин в Берлине Да Чтобы это было Не просто Какой-то Не просто фотография Да Как всегда А чтобы Это было Что-то интересное И уже на месте Мы Придумали Вот такой образ Вот Да Там Сколько у нас Станет Там Ушло Час-два На На Вот Эту вот Вещь Меня разрисовать То есть Многие думают Что Это Фотошоп Это Не Фотошоп Это Все Это Таня Величкина Рисовала Сама Меня И Десять минут У нас Ушло На фотографии Вот Отсюда И обложка А смысл Там Очень Все Глубоко И далеко Я не буду Сейчас Углубляться Вот Где-то Два Часа Лиза Вы бываете С концертом В Саратове Но Мы не были По-моему Там Диск 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 Да Директ Директ Пишите 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 Ютуб А про Дарок Зажали Ответ Про Какой Подарок А про Необычный Подарок То я Сейчас Так Сходу Не Вспомню Необычный Подарок Они В общем-то Все У меня Достаточно Необычные Не Вспомним Татьяна Классная работа Вот Как вовремя Так Что у нас Еще Саратов Нет И Ютуб В лицензии Показывает Использование Ваших Песен Это что Значит А мы Не понимаем Что вы Говорите Сейчас Скажите Нам Попонятнее А Вас Как-нибудь Разыграли На 1 Апреля Ой Мы Так Мы Так Готовились Я думаю Что Если бы Кто-то Перед Концертом Попробовал Меня Разыграть То Я думаю Что Это все Не очень Смешно Закончилось Поэтому Спасибо Что Отнеслись С пониманием Никто Не разыгрывал Не говорил Что Концерт Отменили Там Клубзал Заминировали Еще что-нибудь Такое Ой Таня Спасибо Тогда Можно было 2 часа Не тратить То что Глубоко Это понятно То есть Новый диск Открывает Только часть Вас Ну Вообще У нас Сама Концепция Оформления На Многогранна Здесь Вообще И Разрыв И Темная Светлая Сторона Человека Здесь Этому Нужно Посвящать Отдельный Эфир А лучше Чтобы Каждый Сам Нашел Для себя Что-то И сам Смог Трактовать Ну Что-то Будем Заканчивать Уже Наверное У нас Есть Еще Какие-то Встречные Вопросы Телезрители Какое Семь Число Было бы Интересно Узнать Что именно Вы В это Вложили Очень Много Денег В оформлении Альбома Если Говорит Об оформлении Альбома Изначально Идея Была В том Она Дальше Более Подробно Будет Раскрываться В клипе Ни черта Это Две Стороны Две Стороны Личности В данном Случа Меня Так как Песня Достаточно Личностная Это Не какая-то Там Нитратария Нитральная Нитральная Какое-то Повествование И Идея Была В том Чтобы Также Показать И даже Сделать Сначала Одну Сторону Обложки Светлую Белую Другую Темную То есть Вот Как сейчас Осталась Наружная сторона Она как бы Темная А внутри В каждом Человеке Можно найти Что-то Светлое Ну Оно Вот Такое Все Рвется Меняется Может Пересекаться Опять же С темным С чем-то В принципе Эта идея Она такая Осталась Вы курите Нет Скучаете По Норильску Ну Я скучаю Но где-то Очень Где-то Очень Глубоко Какое Пьете Сейчас Вино Франция Последнее Последнее Время Франция Поселилась В моем Бакале Очень Нравится Ваш Дуэт Светланы А будет ли Целый Альбом Такой Какой Такой Альбом Со Светланы На самом деле Мне кажется Еще Пройдет Немного Времени И мы Нас Собираем На альбом У нас Уже Есть В Дуэте Там Какое-то Количество Песен И Мини Альбом Точно Можно Уже Выпускать В жизни Вы Открытый Или Закрытый Человек Ну Закрытый Наверное Больше Спасибо За встречу Очень Интересно Посмотреть На Любимого Исполнителя Мы С женой Ходим На Ваш Концерт Вместе Смотрим Эфир В одной Квартире Но С разных Телефонов И Наверное В разных Комнатах На самом деле Вы Очень Светлый Человек Да Мы Сегодня Старались Выставить Свет Чтобы Было Посветлее Вам Спасибо За встречу За общение Очень Важно Слышать И Видеть Ваши Отзывы Обратная Связь И Это Наверное То Ради Чего Все Это Делается Мы Постараемся Хотя Б Раз В Месяц Выходить В Эфир Организовывать Такие Встречи В Одной Комнате Скромность Украшает Или Мне кажется Украшает Но Это Опять Мое Субъективное Умение Вы Супер А есть Такая Программа Аня Ты Супер Так что Приезжайте Еще раз Расскажу Всем Лиза Ты Такая Молодец Ты Такая Молодец Красивая Как Это Пережить Скажи Сейчас Все Закончится Эфир Закончится И Все Переживем Так Вот Приходите К нам На Концерт 30 Мая В Москве Клуб Мумит Тролль Будем Рады Приезжайте С других Городов Да Вдруг Мы в другие Города Не доберемся Никуда Но вдруг Только В Ижевск Екатеринбург У вас Очень красивые Серо-голубые Глаза Ну вот Мы все-таки Диагноз Поставили У меня Серо-голубые Глаза Хотя Говорят Многие Что Зеленые Какие-то Кому Посвящена Песня Нити Очень Очень Полюбил Эту песню Отличный Альбом Дарьяночке Привет Вот так Вот Так Приезжайте Вы к нам В ЕКБ В ЕКБ Приедем Ну Все Да Нити Мне тоже Очень нравится Мне очень сложно Ответить На вопрос Кому Она посвящена Потому что Это такой Очень Собирательный Собирательный Образ И Ее можно Отнести В общем-то К каждому Человеку Который Был В моей жизни И Можно даже Поделить Эту песню На два куплета Один куплет Может Повествоваться От лица Одного человека Это как диалог Может быть Даже Может быть Из этого следует Что я разговариваю Сама с собой Часто Приезжайте к нам В Купчино Да Хорошая была бы Путевочка Москва Ждем Да Мы тоже Очень ждем Московского концерта Мне кажется Будет тоже Сюрприз Такой Один Неожиданный А потом Сейчас Что мне нужно Нажать Ну что-то Завершить И больше Ничего Не нажимай Завершить И больше Ничего Не нажимай Все Всем спасибо Пока Пишите нам Просто пишите Пока Саратов Ждет Завершить Саратов